Я Валерий Фенёв, обозреватель телеканала ЛЕН-ТВ 24. Итак, день Х назван 20 мая. Все врачи должны получить обещанные выплаты в полном объеме. Никто не будет высчитывать часы и минуты, проведенные зараженными COVID-19. Никто не будет высчитывать какие-то там коэффициенты. Сказано врачам по 80 тысяч, а к примеру, водителям скорой помощи по 25. Извольте начислить. Только пока нет ответа, кто и почему целый месяц издевался над медиками, стимулируя их выплатами в 200 рублей 35 копеек. А кому-то вообще отвечали, вам не положено. Мы не получили обещанные выплаты ни врачи, ни фишера, ни медсестры, ни водители, ни тон, ни рубля, ни напейки. Путники инфекционного отделения Сараминской ЦРБ, работая с подтвержденными COVID-19, не получили обещанные президентам выплаты. Развели вокруг этого какой-то канитель бюрократического. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет. Но ведь кто-то устроил эту канитель. А дальше хронология. 2 апреля выходит постановление правительства России за номером 415. Оно предусматривает выплаты медикам, но в основном за счет бюджета регионов. Центр готов помогать по определенной формуле. Представьте состояние региональных чиновников, у которых бюджет и так трещит по швам. Практически через неделю Владимир Путин называет точные суммы выплат. Еще неделя и новое постановление правительства. Тут впору вызывать академиков. Формула высшей математики. И самое главное, выплаты только тем, кто непосредственно работал с больными. Выплаты были произведены только тем, кто осуществлял эвакуацию с подтвержденным COVID-19 в областную инфекционную больницу. Все остальные остались в банке. То есть медик с деньгами, если привез зараженного, а если у него подозрения, а если результат подтвердился только через неделю, приходит врач в бухгалтерию, говорит, помните, неделю назад я привез пациента, у него еще вирус подтвердился, а ему в ответ, на тот момент, когда ты привез его коронавирус, у него не был подтвержден, свободен. В итоге запутались все, а президент требует исполнения указаний. Мы сделали горячую линию для медицинских работников и создали межведомственную комиссию. Если будут какие-то споры... Знаете, есть очень замечательная фраза. Хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну, пускай комиссия работает и выявляет все случаи каких-то нестандартных ситуаций. Но хочу обратить ваше внимание и всех коллег, руководителей регионов. Это ваша личная ответственность, не какой-то комиссии, а ваша личная. Апофеозом всей этой бюрократии стало разъяснительное письмо Минздрава, подписанное Михаилом Мурашко. Действительно, великий и могучий русский язык. Выплаты осуществляются за фактически отработанное время, то есть за все время работы. Кто на ком стоит? Письмо поступило в регионы 6 мая. Я в ступоре, чиновникам на местах, думаю, было не легче. Лишь в 17 мая из постановления правительства России убрали упоминание о временных рамках. Буквально в субботу по поручению президента в это постановление были внесены изменения. И мы доначислили средства не за фактическую работу, а за сам факт риска работы с пациентами, подозрительными на коронавирусную инфекцию. Кто-то наверху в кабинетах власти месяц пытался сохранить лицо, усидеть в кресле, понимая, что есть череда ошибок. Но их надо исправить по-тихому. Их имена мы вряд ли узнаем, но пусть они посмотрят на эти кадры. Врачи 40-й больницы в Петербурге идут на крайний риск. Зараженному ковид пришлось сделать срочную операцию на сердце. Они не спрашивали, сколько им заплатят за спасение жизни.